Алан, смотри! Рыцари Ордена Круассада! А, ну, пацан! Ясно, сырье Ордена Круассада! Здравствуйте всем, кто смотрит это видео! Сегодня видео о гобелине апокалипсис. Вернее, правильно его назвать, это шпалеры, а не гобелину, потому что название гобелины к тому времени еще не существовало. Об этих, как правильно или неправильно, опять называю, гобелин и апокалипсис, много есть различных статей и видео, которые я приведу внизу видео, вы увидите в ссылке внизу этого видео. Поэтому, знаете, какая там длина, ширина, сколько сохранилось, сколько не сохранилось в истории их реставрации. Но я хочу сказать не об этом. Я хочу немножко, чтобы вы поняли, что такое было для средневекового человека конца 14 века увидеть этот гобелин, который иногда выставлялись в церкви по большим праздникам. То есть туда шли паломники, чтобы увидеть только это. Конец 14 века, это идет война, многолетняя война между Англией и Францией, которую впоследствии историки назовут как Столетней войной. Опять же, свиретствует чума. Много раз она приходит на территорию, вернее, той Европы средневековой, выкашивает практически одну треть населения, около одной трети населения Европы. Также возникают бунты. Бунты возникают из-за того, что голод в это время часто бывает. А голод бывает из-за того, что, как говорят сегодняшние ученые, что в эти годы 14 веке наступил какой-то малый ледниковый период. И иногда даже летом шел снег, и неврожай был. А так как еще Америка Колумбом не была открыта, то картошки в Европе не было, и в основном произрастали злаковые растения. И отсюда все эти неврожаи от заморозков, ну и, соответственно, голод. В общем, увидеть, прийти откуда-то издалека, средневековому человеку, посмотреть этот гобелен, это примерно, даже если сравнивать не то, что вы пойдете, как средневековый человек попал бы в кино и посмотрел бы на широком экране какой-то фильм про конец света, это даже еще больше. Это примерно для сегодняшнего человека увидеть в реальности атомный взрыв, восхититься этим и одновременно понять, что ему уже пиздец. Ну просто, может быть, когда-нибудь, может быть, когда-нибудь, через сколько-то времени... А? Я говорю, ну может, когда-нибудь, или зачем? Ну вот, это гобеленная. А не знаешь, чем гобеленная все? То, что они на сюжет апокалипсиса на сегодняшний день являются самым древним памятником ткацкого искусства такого размера. Да. Не то, что они самые древние, а то, что в таком большом размере. И что эта монументальная работа была заказана в 14-м 1375 году герцогом Людовиком I, анжуйским братом короля, и создавалась в течение семи лет. Достаточно короткий срок для произведения такого масштаба. Так, эскизы гобелен. Гобелен первоначально представлял собой ансамбль из шести настенных ковров 6 метров и длиной 23 метра. Центральное положение каждой части занимает знаменитый персонаж. Я думаю, выдержаны семь сцен, расположенные на двух уровнях. Между полосой неба и полосой земли. Вот, да, это основатель там первого графа анжуйского. И дети норманы, слушай, они вон Англию живые варят. Ох, эти норманы. Три века спустя, когда в Анжу господствует могущественная династия плантогенетов. Плантогенеты? Плантогенеты господствуют. Так они везде, и в Англии, и в Терристе. Так плантогенеты они владели Францией и Англией. Ааа. Плантогенеты. Почему плантогенеты похоронены здесь? Плантогенеты. ААНЖИ! И Доналовска пишет Анжу. Это что-то такое. Анжуйский. Так. Да? Да, конечно. Да, конечно. Время и в physiолоке Гонадий-регимент, было летом в Англии. В Кастат? Нет, нет, нет. В 1810 они остались в Англии. Многие из них имели возможность посетить семьи. Вы понимаете? Да. Может быть, 1,500 человек. Может быть, 1,000 человек посетили семьи. У меня есть копия из книжки. Это не только. После «Эльбургамиста». Это не только для нас, но и для нас, но и для нас. Но и для нас, не только для нас. Это только «Эльбургамиста». Ни учитывая связь. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 DimaTorzok